Выброс адреналина. Накануне в Новом Рингое состоялся второй этап чемпионата города по автомобильному спорту. За звание лучшего состязались 12 спортсменов в двух технических классах на переднеприводных и заднеприводных автомобилях. Зрелищные соревнования длились несколько часов. Результат превзошел все ожидания. Юлия Шнайдер наблюдала за происходящим. Рев моторов и выброс адреналина с самого старта. Становится понятно, эта гонка обещает быть по-настоящему зрелищной. На руку все. Сложная трасса и 12 отчаянных участников, которым нужна только победа. Для спортсменов старые машины не груда металлолома, а средства передвижения. На автокроссе советским автомобилям дают вторую жизнь. Доработка техники стоит немалых вложений. Кстати, стоимость такого рукотворного чуда участники тщательно скрывают. Для машины самое важное это в первую очередь подвеска, потому что трасса неровная и по большей части, если неисправна подвеска, ее вырывает. И не всегда доезжаешь до финиша. Мотор тоже делать приходится, чтобы конкурировать с соперниками. Участвовать в автокроссе может любой желающий от 16 до 60 лет. Все, что нужно. Автомобиль, подходящий по техническим критериям. Машина должна быть переднеприводной или заднеприводной. Спортсмены называют своих ласточек любя в зависимости от марки. Шестерка, восьмерка или девятка. Для некоторых спортсменов цифры значат многое. У меня и мотоцикл, и картинг все под номером 13. Мой счастливый номер. Протяженность трассы 1 километр. Переднеприводные автомобили должны преодолеть 6 кругов, заднеприводные 8. Сюрпризов на дороге нет. Участники знают трассу как свои 5 пальцев. Единственное, что портит картину – снег. Будет очень быстрая трасса. Есть, конечно, несколько поворотов, в которых можно остаться. Я думаю, будет очень быстро. Здесь не любят загадывать. Победителем хочет стать каждый. Предсказать результаты гонки практически невозможно. У нас есть такая пословица – трасса покажет. Поэтому чемпион, не чемпион здесь как бы значения не имеет. Естественно, подготовка, опыт, да, влияет. Но удача может повернуться другой стороной. И абсолютно неожиданно результат может поменяться в другую сторону. Поэтому предсказать и сделать какие-то предсказания невозможно. Нельзя. Гонка покажет. Ледовая битва для многих стала проверкой на прочность. Вера в себя и технику подарили первое место в классе переднеприводных автомобилей Руслану Кубраку. У заднеприводных отличился Александр Савченко. Юлия Шнайдер, Масуд Мунаев, служба новостей «Импульс». Юлия Шнайдер, Масуд Мунаев.